здравствуйте друзья мое обращение к вам связано с военными действиями на украине к этому видео будет приложено выступление астролога ведического Аллакхани Ранжана и выступление йога с youtube канала с соответствующим названием и я не буду повторять то что они уже сказали потому что сказали они это правильно и зачем тратить на это эфирное время я добавлю только то что связано с мировоззрением ведического рода божия я здесь сделал маленькие пометочки я буду сюда посматривать и так у нас на канале в ю-тубе каждый день происходит славление всевышнего и пение мантры я считаю что необходимо к этому подключиться как можно большему числу людей нет смысла пытаться скажем так плевать против ветра я имею ввиду то что сейчас мы находимся под жестким влиянием сатурна и марса это всегда больший по большей части всегда связано с военными действиями вот они и случились это плохая новость хорошая новость в том что после апреля это влияние уйдет то есть нам нужно пережить конец февраля и март в осознанности и в состоянии правильного проживания тех уроков которых которые дают нам родные боги через возникшую ситуацию и так чтобы не уподобляться таким как все и не отдавать свою жизненную силу тем кто именно это и затеял для того чтобы сдернуть с нас жизненную силу несколько рекомендаций вот я их как раз себе и пометь итак первое участие в коллективном ежедневном пении мантры аум таким образом мы сонастраиваемся со всевышним прародителем и имеем возможность наиболее адекватно наиболее действенно получать те уроки жизни которые нам приходят от него через родных богов помня что наш народ находится все еще находится в тотальной глубокой спячки нашим народом я называю славяно-арийский народ где бы он ни жил в россии в украине в белоруссии или в австралии или в америке славяно-арийский народ спит и боги попускают демоном его будить поскольку он просыпаться никак не хочет то военные действия это самое мощное средство пробуждения народа я это не поощряю я просто разъясняю позицию тех уроков которые дают нам родные боги и их позиция проста пора просыпаться и я согласен с тем что говорит аллах не ранжан астролог о том что украина является духовным сердцем всех славяно-арийских народов он прав и как раз с духовного пробуждения украины возможно начнутся те светлые времена которых мы так долго ждем они все не приходят и не приходят но вот надеюсь что боги все таки смогут нас разбудить я имею ввиду тех кто спит наших соотечественников наших братьев по крови и по генам и проснувшись они увидят что их просто имеют имеют как хотят и пора уже брать ответственность за свою жизнь свои руки кроме ежедневной мантры я предлагаю совершать практику называемую крест будды объяснять ее нет смысла она простая в интернете вы можете найти и описание и даже видео ролики на эту тему и это очень важно потому что мы должны с гармонизировать пространство которые демоны с попущения наших богов пытаются превратить в до и доильный аппарат по выкачиванию гаваха с пугливого оселения неосознанного так вот мы таким образом не дадим возможность демонам развязать вакханалию поможем родным богам держать их в узде следующая рекомендация у нас на ю тубе и здесь будет и на сайте рода божия и здесь будет к этому ролику приложен этот фильм есть славление рода там как раз таки то обращение ко всевышнему прародителю в образе рода батюшки которая содержит себе достаточно емкое славление включающая себя и ту ситуацию в которой мы находимся следующая рекомендация советую всем взять для себя посильную аскезу это возможно ограничение себя в какой-то пище это возможно ограничение себя в каких-то излишествах комфорта например каждый выберет по силам и по возможностям и духовные плоды от этой аскезы направить в пользу тех кто возможно сейчас будет испытывать перебои в пище перебои в воде а тем более в комфорте если людей бомбят то уже комфорте речи быть не может и и таким образом мы не дадим еще раз говорю демонам разгуляться а четко будем в этом мире помогать богам быть их проводниками их воли в нашем мире земном и таким образом сверху и снизу помогать контролировать ситуацию удерживать ее ровно настолько насколько она нужна как будильник но не как выкачивание жизненной силы из населения сейчас в связи с аскезой и духовными заслугами близится айкадаш он будет ближайшее воскресенье и советую прочитать на сайте рода божия как его правильно проходить и пройти его наиболее правильно и духовную заслугу а айкадаш это тоже аскеза потому что это всегда пост и молитва и словословие также направить на гармонизацию владование пространство людей и сознание людей а самое главное на их духовное пробуждение потому что именно этого добиваются от нас наши родные боги какая еще может быть рекомендация каждого есть военные в окружении это в первую очередь родственники во вторую очередь друзья в третью очередь знакомые соседи и так далее советую вам обратиться к ним и разъяснить им правила кармы потому что если они будут знать правила кармы то они будут знать еще и и вы можете им разъяснить ведические правила когда можно причинить смерть другому человекообразному существу когда пытаются лишить жизни тебя твою жену твоих детей твоих родичей когда пытаются отнять землю или силой увести их и тебя их и их плен то есть речь идет об оборонительных действиях но никак не наступательных никак не об агрессивных и пусть военные это знают в каком случае они накормуют а в каком случае они выполнят свое воинское предназначение следующая рекомендация не верьте средствам массовой информации у вас достаточно родственников в Украине Белоруссии России или у ваших знакомых они есть есть интернет есть скайп есть другие мессенджеры с помощью которых вы можете узнать правду потому что СМИ будут раздувать истерию и опять же работать на то чтобы выкачивать энергию страдания из населения которые питаются демоны и чем они сильнее от этой энергии тем сложнее держать их в узде еще одна рекомендация помнить что мы единый народ я об этом сказал но я об этом еще раз напомню где бы мы ни жили в Украине в России в Белоруссии на Аляске в Аргентине в Австралии мы единый народ разделяют нас границами таможнями и прочими условностями не люди и уж точно не представители нашего народа поэтому не пытайтесь найти повод оправдания тем военным действиям которые сейчас происходят а пытайтесь вот этих нелюдей и непредставителей нашего народа держать в узде с помощью духовных практик о которых я уже упомянул надеюсь что после апреля все уляжется но за это время нам каждому из нас нужно пройти эти духовные уроки как экзамены родных богов и получить хорошие возможности отличной оценки за прохождение этих уроков самое главное помочь тем кто в этом нуждается эти уроки осознать правильно духовно пробудиться оглянуться вокруг бог и понять что мы не стадо мы дети богов но мы должны соответствовать им по уровню своего сознания благодарю за внимание и посмотрите ролики которые будут приложены к этому обращению аум татсат славление рода прародителя за которые которые возродятся на этой благословенной земле я взываю к отцу небесному всевышнему роду своем славлении благослови очиститься от наносных верований и ложных учений благослови постичь суть духовного наследия моего рода и народа благослови очистить летописи отчизны от лжи и наветов благослови сохранить земли славяно-арийские от напастей ворогов и раскола благослови обрести мудрость и силы дабы одолеть и изгнать вероломных недоброжелателей земель наших благослови обрести и в сто крат приумножить мудрость совесть и здравомыслие нынешним правителям благослови сбросить сочей славяно-арийских народов пелену морока чтобы сказами да былинами пробудили друг друга сородичи ото сна дремучего благослови обрести силы праведные да огненные дабы противостоять сладкой лжи ворогов да тварей вероломных безусловной да бескорыстной в сердцах родичей моего рода и народа благослови возродить честь дабы одолеть вражескую лесть ложь да коварство благослови мой род и народ на доброту да благие созидательные деяния в коих в коих полнилась наша родовая казна да общественное богатство благослови на пробуждение родового и народного самосознания благослови преодолеть заблуждения и предрассудки дабы вспомнить себя ибо мы есть божичи сворожичи потомки великих славяно-арийских богов да возродится наша великая отчизна родина и держава да возродятся ее родовые устои традиции сказы и былины да откроются моему роду и народу древние правдивые летописи да осознаем вновь язык божественный да постигнем в полноте веды и мудрость древнюю да обретем мы истинное знание да вспомним глубинный смысл изначальных рун корун терах и буковиц да возродится ведическое православие изначальная вера праотцов наших да возродится природная мудрость народа целительство живопись и зодчество моя вера светлое будущее крепка да придет оно для всего нашего рода и народа для всех прародителей и правнуков которые снизойдут с небес в эту жизнь я всей душою телом и образом жизни возрождаю сияющую веру силу и возможности нашего рода и народа да возродятся все великие боги предки моего рода и народа ведущие друг друга к свету держать за сияющую веру твоего благословения наши души готовы принять твой изначальный свет отче рот наш небесный пришло время рассвета пришло время пробуждения родовой памяти каждого из нас и всего нашего рода и народа пришло время перемен от тьмы к свету пришло время возрождения осознания и принятия истинных ценностей я выбираю то что истинно и праведно да свершатся чаяния и мечты мои ежели они своевременны и соответствуют воле твоей отче рот наш небесный пращу рот рот всевышний славен и треславен буди да свершится воля твоя да пребудет со мной твое благословение и ныне и присно и от круга до круга така бысть така и си така буди а 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 и а а а Продолжение следует...